По традиции хочу сказать Таганрог. Всем привет! Сегодня четвертый чемпионат полуводного пола среди различных индустрий города в Гинвич парке. На этот раз в чемпионате участвует фунт индустрия города. Сегодня четыре команды. Это ресторан Белос Китчен Энд Вайн, бар Культ Вина на Петровской, Сакура из Мармелада и Сицилия, которая также находится на Петровской. Как оказалось, собрать представителей ресторанного бизнеса или попросту общественного питания сложнее, чем представителей других профессий. Именно поэтому в этом матче был нарушен количественный состав команд-участниц. За право побороться за звание лучших ватерполистов среди рестораторов вышли всего четыре, а не шесть команд, как в предыдущих матчах сезона. Но от этого накал страстей в бассейне не стал меньше. Перед началом игры спортсменам-рестораторам было предложено поучаствовать в жеребьевке и, конечно, фитнес-разминке. Каждый матч по водному полу всегда привлекает в Гринвич-парк огромное количество зрителей. Среди них друзья, родственники и коллеги по работе, участников соревнований. А как иначе? Именно здесь, за бокалом холодного, безалкогольного мохита крепчает дружба и, возможно, рождается любовь к хорошему отдыху и спорту. Мы не совсем вылетели, у нас будет еще матч за третье место. Тем не менее, очень кайфово, очень круто. Огромное спасибо термальному комплексу Гринвич, огромное спасибо Ване Анлиму за организацию такого крупного, крутого мероприятия. Реально интересно увидеть конкурентов, коллег не только на рабочем месте, но и вот в такой непредвиженной атмосфере. С боевым настроем поиграть в водное поло, соперники, посмотреть на них, кто где работает, кто чем занимается. Ну скажите, пожалуйста, вообще опыт какой-то игровой именно в этом виде спорта? Нету, нету, первый раз. Это вас не испугало? Нет, почему? Не должно испуговать такое. Вот так весело и неформально проходят соревнования по водному полу в Гринвич парке. Игры получили жаркими, громкими, наполненными эмоциями как участников, так и зрителей. Помимо хорошей игры, всех гостей Гринвич парка, как всегда, ждала динамичная музыка, великолепная кухня и не менее великолепные прохладительные напитки. А арт-директор термального комплекса поделился с нашей телекомпанией планами на холодный сезон. Когда будет холодно, будут мероприятия, в которых мы будем совмещать релакс и веселье. На данный момент мы прописываем сценарий этих мероприятий, но пока секретов мы не раскроем. Обо всем узнаете в сентябре. Лето действительно подходит к концу, но тем не менее еще можно успеть прыгнуть в его последний вагон и стать участником последнего в этом сезоне чемпионата по водному полу. Или прийти в Гринвич парк и просто насладиться приятной прохладой бассейнов, побаловать себя хорошей баней и супер процедурами в спа-зоне.